Барнаул весна после температурных качелей. Погода постепенно налаживается. А это значит, что горожане меняют теплую одежду на более легкую и яркую. Городские улицы становятся более оживленными. Люди гуляют, делают фото в самых медийных местах городского пространства. Так у обновленного театра кукол каждый час, особенно в теплую погоду, кто-то фотографируется. Фотограф Александр Черников рассказывает, что за последние годы Барнаул преобразился. Если 20 лет назад фотографы ломали голову, где провести крутую фотосессию, то теперь все гораздо проще. Фотолокаций множество. Кукольный театр очень яркий. Сюда и молодожены заезжают, и просто молодежь фотографируется. Ну, конечно, самая популярная точка – это ВДНХ. Это прекрасный вид города, прекрасный вид реки Аби, набережной. Тут же рядом – это наш Барнаульский Арбат. Тоже стал пользоваться спросом. И, в принципе, удачно для тех, кто хочет пофотографироваться, что все в одной практически точке. Примером популярного и при этом идеального городского пространства урбанисты-архитекторы в один голос называют улицу Молотобольскую – так называемый Обской бульвар. На мой взгляд, такой достаточно хороший пример спокойных, неагрессивных акцентов. То есть, есть там корпус АГУ, есть гостиница центральная, есть администрация. Да, вот угловые акценты жилых зданий. Ну, то есть, там все как-то вот с городостроительной точки зрения так подобрано более-менее спокойно. Но есть и пространства, которые выбиваются из городской среды, разрушают ее целостность. Хотя с точки зрения архитектурных новинок вполне себе интересны, рассказывает барнаульский урбанист. Историческая часть города, она очень страдает от того, что, скажем, неподходящие, несоразмерные, несамасштабные акценты как раз портят исторический облик. И, скажем, если на фоне исторического здания, памятника архитектуры или истории построится большое жилое здание, да, вот оно автоматически перетягивает акцент на себя. Возможно, оно не будет хорошим фоном для исторической архитектуры. Вот таким образом как бы и разрушается историческая среда. То есть чужеродный объект появляется. Меняются и спальные районы города. Правда, преображение тоже вызывает споры. Так на фоне невзрачных многоэтажей, которые построены как подкопирку, вырастают фантастические арт-пространства. Сегодня они выбиваются из общего массива жилого фонда и тем самым привлекают внимание. Речь идет о необычном арт-пространстве, а кафе в виде железного робота. Это фонари от 53-го газика, очень-очень древнего, тоже найденные на металлоломе. Оформил пространство известный художник-декоратор из республики Алтай Алексей Стешек. Это уникальное пространство, напичканное роботами, которые будут, думаю, интересны всем. Такой своеобразный музей роботов. Представьте, что вас выдернули просто из привычной среды. Вот вы шли по дороге, допустим, или ехали просто по дороге. И вас просто вот взяли и переставили, и просто еще совершенно другой мир. Барнаульские архитекторы уже оценили новинку. По их мнению, она добавила городу красок. Подобные проекты довольно контрастные в нашей городской среде. Особенно если посмотреть спальные микрорайоны в полном смысле слова, они имеют одинаковые архитектурные решения. То говорить о том, что такой объект именно прям вписывается, скорее он работает на контрасте. Он призван привлекать внимание, быть заметным, то есть создавать вау-эффект. По словам архитекторов, подобные места дают возможность жителям спального района в выходные дни не эмигрировать в тот же центр города, а оставаться в своем районе. Появляется объект оригинальный, и люди начинают говорить, а помнишь, мы были вот возле того-то объекта, не в спальном районе какой-нибудь Балтийской крепости или еще что-то, а были вот у того интересного бара или в том интересном парке, в котором находится какой-то арт-объект, с которым хочется сфотографироваться, то есть провести время. Ведь специалисты не зря говорят, что спальные микрорайоны для того, чтобы избегать маятниковой миграции, в том числе и в выходные дни, должны обладать социальной инфраструктурой, социальной бытовой в том числе. И вот объекты, которые предоставляют такие услуги, говорят, как бы оставайтесь здесь, да и можешь здесь провести интересное время. Оригинальные объекты однозначно идут на пользу городу, жителям, однако архитекторы все же настаивают на более деликатном подходе. Советуют строителям, предпринимателям учитывать городскую среду целиком. И не только создавать необычные локации в городе, но и стараться вписывать их в архитектурные и культурные кады. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком.